Приветствую любители и не только игры растения против зомби 2. Сегодня будем обозревать довольно старенькое растение, которое победило в голосовании на моем сайте. Его имя цветущее сердце. Не спрашивайте почему так переведено. Когда я только родился, оно уже было на всех русскоязычных сайтах, посвященной этой игре. Также прошу всех принять участие в голосовании за следующие обзоры. Те кто голосовал за цветущее сердце, приглашаю голосовать за другие растения. В этом видео попробуем найти хоть какое применение этому растению. Потому что глядя на его характеристику и таблицу уровней, которую можете посмотреть на моем сайте, ссылка как всегда в описании, цветущее сердце не блещет ничем. С предисловием заканчиваем и начинаем начинать. А начинать будем с просмотра характеристик первого уровня. Стоимость посадки равна 150 солнц, что на 50 больше, чем у капуста пульты этого же уровня. Да-да, в этом видео я буду часто сравнивать это растение с метателем кочанов, так как они много чем схожи. Время перезарядки 5 секунд, прочность 300 единиц и 40 единиц урона. Все как у капуста пульты. А теперь давайте посмотрим, чем может нас удивить цветущее сердце. Но прежде чем удивляться, разберем снаряд, запускаемый этим растением. Он очень похож на сердечко. Летит он по одной дорожке, но не по прямой траектории, а по параболе. То есть может перелететь препятствие и ударить врагов прямо в темечко. Относится это растение к виду стреляющих навесом, куда входит перца пульта, арбуза пульта, индейка пульта и другие. Из-за этого свойства зомби землекопа не спасает его волшебная лопата, и он прямиком получает сердцем по кумпулу. Хотя шуту все равно откуда ловить снаряды, и он это спокойно делает, отправляя его обратно в обидчика. Снаряды также попадают и наносят урон препятствием. Но приоритетными целями выбираются именно зомби, и когда на линии не остается ни одного из них, то сердце пульта переключается на препятствие. Также этот вид снаряда может попадать по водолазам, находящимся под водой. Конечно же это растение может спокойно стрелять по неопознанным летающим объектам. Со снарядом закончили, перейдем к нанесению урона, и тут будем удивляться механике его нанесения, которого нет у других растений, по крайней мере на текущий момент. За подопытного возьмем обычного зомби с конусом, имеющего 560 единиц здоровья. При первом попадании наносится 40 единиц урона. Зомби после этого испытывает огромную любовь, которая прямо прет из него в виде сердечек, и от этого он начинает получать по щам еще больше. При каждом следующем попадании урон увеличивается на 10 единиц. Увеличение срабатывает максимум 5 раз, и максимальный урон на первом уровне может составлять 90 единиц. Табличку с циферками выведу, из которой видно, что зомби будет достаточно 8 выстрелов. Увеличение урона накладывается на зомби независимо какое цветущее сердце стреляет. Вдвоем они все так же убивают зомби за 8 выстрелов. Стоит отметить, что увеличение урона влияет только на цветущее сердце, остальные растения наносят свой обычный урон. При переключении стрельбы, в случае смерти или замедления цели на другого зомби, процесс накопления урона начинается заново. Хотя, если предыдущая цель выжила, то при возобновлении стрельбы по ней накопленный урон сохраняется. Кстати, очарование хорошо работает и на холодный камень. Урон по надгробиям и другим препятствиям также накапливается, и плита, имеющая 700 единиц прочности, разваливается от 10 выстрелов. А теперь удобрения. При применении удобрения, цветущее сердце выстреливает снарядами по всем зомби и препятствиям на газоне, нанося 200 единиц урона. Каждое следующее применение урон увеличивается на 40 единиц. Проверим это на зомби-охотники с 700 единицами здоровья. Максимальный урон может составлять 300 единиц. И пятое удобрение прибавки не принесет. Хотя откуда столько этого добра взять? Также, если после использования удобрения стрелять обычными снарядами, то урон будет наноситься уже с первым повышением. И зомби-поднимателю-могил с 380 единицами здоровья хватит 4 выстрелов. Подтянем уровень цветущему сердцу с 1 по 5 и расстроимся. Стоимость посадки снизилась всего на 25 солнц. Перезарядка уменьшилась на полсекунды. Прочность увеличилась на 250 единиц. Урон вырос на 40 единиц. Как у капуста-пульты того же уровня. Давайте пронзать сердца зомби дальше. Урон теперь начинается с 80 единиц. И после 5 повышений составляет 130 единиц. Можно уложить зомби-охотника за реликвами с 760 единицами здоровья. Ровненько за 7 выстрелов. Честно говоря, я надеялся, что повышение урона с ростом уровня как-то изменится. Но нет. Начал грустить еще больше после испытания удобрения. Урон по сравнению с первым уровнем вообще не изменился. И зомби-медузи с 750 единицами здоровья, чтобы настучать по кумполу, потребовалось 4 удобрения. Увеличим уровень цветущему сердцу с 5 по 10 и расстроимся еще больше. Стоимость посадки снизилась до 100 сонц. Хотя капуста-пульта при полной прокачке снижается до 50 сонц. Перезарядка уменьшилась еще на 1,5 секунды. Прочность дополнительно повысилась на 350 единиц. Урон вырастает также на 40 единиц. По аналогии с качанокидалкой. Поехали расстраиваться дальше. Стартовый урон теперь 120 единиц. И в пике будет составлять 170. Для ровного счета снова или опять возьмем зомби-охотника с 700 единицами здоровья. Чтоб тютелька в тютельку снести его здоровье пятью выстрелами. Могли бы на этом уровне сделать прибавку хотя бы в 20 единиц. Но увы. С удобрением все по-прежнему. То есть никак. Хотя размеры снарядов начинают потрясать воображение. Но на уроне это никак не сказывается. И на зомби троглодита с 470 единицами здоровья не хватает двух применений. Приходится использовать третий. Прокачаем цветущее сердце до 200 уровня мастера. Который является максимальным. Это дает плюс 200 процентов к урону. И шанс применить удобрение при посадке равным 21 проценту. Выходит за каждый уровень мастера урон увеличивается на 1 процент. Из-за каждых 10 уровней мастера на 1 процент увеличивается шанс посадить растение сразу с применением удобрения. Шанс применить удобрение работает. Что хорошо. Урон за первый снаряд вырастает до 360 единиц. И тут уже не действует ограничение как с применением удобрения. Можно уложить юридическую грантьюа с 1100 единицами здоровья тремя снарядами. Очень кратко о мяте. При усилении болезненной мяты цветущее сердце будет наносить на 120 единиц урона больше обычными атаками. Урон при удобрении все тот же. Делаем выводы. Цветущее сердце это немного улучшенный аналог обычной капуста пульты. Которая дается на первых этапах игры. И потом вообще нигде не используется. Если их сравнивать например с индейка пультой, то они тихонечко отползают и нервно курят в сторонке. Даже та же зернопульта при удобрении делает вещи намного круче чем это растение. В общем за задумку и дизайн 5. За реализацию в таком виде ставлю 0. По планам у меня беда. Не знаю за что возьмусь. Видео по созданию уровней снова уходит вдаль. По техническим причинам. Еще раз прошу принять участие в голосовании за обзоры. Ссылка в описании. И на этом заканчиваю. Ставьте лайк, подписывайтесь и ждите следующих видео. Пока.